На ликвидацию последствий прорыва канализации на улице Шевченко в центре республиканской столицы уйдет как минимум три дня, сообщили сегодня в городском водоканале, специалисты которого ведут восстановительные работы. Напомню, прорыв произошел вчера в 10 утра. Вода стекла вниз по президентскому бульвару, повредила асфальт и затопила кольцо рядом с крупным торговым центром. Обеспокоенные жители города написали обращение в центр управления регионом. Наша съемочная группа выехала на место и выяснила обстоятельства произошедшего. На протяжении часа по центру города стекали зловенные истоки. Магистральная канализация дала оттечь внезапно. С центра управления регионами поступило более 30 обращений едва ли одновременно. Жители также отметили, что при прохождении данного участка, впоследствии они заезжали на автомойку, дабы избавиться от зловоного запаха. Сообщения обрабатываются в течение одного часа. По данному инциденту были назначены исполнителям администрации города Чебоксара. В течение часа на место происшествия прибыли аварийные службы. Больше часа потребовал, чтобы перекрыть трубу. Только после этого так называемый напорный коллектор начал латать. Протяженность от этого напорной нитки полтора километра. То есть, представляете, тысячи миллиметров диаметра опорожнить такой поток. Из-за этого время ушло на слив и опорожнение этой нитки более двух с половиной часов. Сейчас с ночи все работы завершили. Сегодня работы мы поставили эту напорную линию под напор. Проверяем сейчас ее герметичность. Значит, запускать будем, как она заполнится. Будем запускать. И по обоим ниткам работать. И приступили к ямочной, значит, восстановлению благоустройства. Там тротуар поврежден, ну и газонная часть. В течение трех дней все полностью будет восстановлено. Сейчас мы находимся на месте аварии. И видим, что на данный момент проведены необходимые работы. Устранен неприятный запах, который беспокоил жителей. Огоражена яма, откуда текла вода. Однако этот участок тротуара приносит неудобств пешеходам. По стечению обстоятельств или злому умыслу выяснили специалисты. В то же время канализационные воды потекли по Новоюжному району и тоже возле торгового центра. Вчера, ближе к восьми часам вечера, я возвращалась с Мадагаскара. На машине едем. И вдруг я вижу, что вода на асфальте. Я сначала подумала, что был дождик. Но вдруг прям в нос ударил резкий неприятный запах. И я сразу поняла, что это канализация. Пришлось проехать прямо над люком, из которого сочилась вода. И вся машина пропахла отходами. Это было жутко неприятно. Из-за этого даже пришлось поехать в автомойку, помыть машину. Причинно-следственную связь между происшествиями установят позже. Сейчас есть сила на восстановление дороги тротуаров. Система канализации к этому часу работает в штатном режиме. Наталья Гордеева, Игорь Зверев. Продолжение следует...